Итак, всем добрый день, с вами групповская компания Geek Finance и надеюсь меня всем слышно, если не слышно напишите в чат. Мы составляем вашему вниманию наш традиционный дневной видеобрифинг Fresh, первый видеобрифинг Fresh в 2012 году с вами Дмитрием Шагардин. Давайте переходить к повестке сегодняшнего дня. Перед этим напомню, что до 10-го числа мы работаем в таком сокращенном режиме, утром в 9.45 видеобрифинг эспрессо, на котором мы будем делать ставки на открытие торгов в Москве и днем в 12 часов по Москве, на котором обсуждаем основные тенденции, новости, макроэкономику и многие другие вопросы. Сейчас давайте переходить к рабочему столу. Здесь мы перейдем к терминалу Bloomberg и к торговому терминалу Quick. Утром мы с вами общались, в общем-то, ждали от нашего рынка какого-никакого роста и в общем-то сейчас наблюдается позитивная динамика на российских фондовых площадках. Это на самом деле радует. Давайте посмотрим, сможет ли данная тенденция сохранится до конца сегодняшнего дня. И начнем наш разговор, наверное, с динамики единой европейской валюты. Дело в том, что прямо после открытия торгов в Европе наметился очень сильный позитив, относительно сильный позитив в паре евро-доллар. Мы видим, что единая европейская валюта очень неплохо подрастает с отметки 1.3030, уже ушла на отметку 1.3060 и здесь на открытии торгов в Европе наблюдается такой очень неплохой позитив по евро, что, в общем-то, безусловно, оказывает некоторую поддержку и фондовым площадкам российским, как ни крути. Фитерсы на американские индексы продолжают торговаться у нулевых отметок. Мы видим, что перед открытием торгов в Европе здесь некая позитивная динамика наметилась и от своих внутридневных минимумов фитерсы на индекс S&P 500 также отскочил. Это в целом неплохо. И фитерсы на европейские индексы перед открытием торгов в Европе, в общем-то, правда, стояли в таком неприятном минусе. Примерно 0,5% по евросокс 50, по даксу немецкому по КЭК 40, такой полупроцентный минус после вчерашнего роста неплохого. Но посмотрим, пока единая европейская валюта подрастает и это всеряет надежду на то, что сегодня Европа в том числе продолжит свою восходящую динамику. Давайте сейчас поговорим еще раз про наш экономический календарь. Дело в том, что на этой неделе, начиная с 1 января 2012 года, публиковалось очень много крайне важной статистики. Эта статистика касалась, прежде очередь, крупнейших экономик мировых. Это США, Китай. Также очень важные данные выходили у нас по Европе. Все эти данные выходили у нас до сегодняшнего дня, поэтому давайте сейчас постепенно сами уйдем к 1 января. Здесь я напоминаю 1 января рано утром, когда Россия отмечала Новый год вовсю, в Китае был опубликован индекс PMI, производственный индекс, отражающий активность в промышленном секторе Китая. Индекс это официальный, его представляло официальное статистическое агентство китайский. И что мы здесь получили? Еще раз напоминаю, что индекс PMI в Китае рассчитывается на основе опроса 820 компаний из 28 отраслей экономики. То есть очень существенная выборка и, безусловно, данные очень важные, очень хорошо отражают текущие настроения в промышленном секторе Китая. Итак, в компонентах индекса PMI, индекса активности в промышленности нам, прежде всего, интересуют по Китаю так называемые новые экспортные заказы. Эта компонента в декабре 2011 года относительно ноябрьских данных неплохо подросла, почти, не почти, а ровно на 3 пункта. Это довольно-таки существенный прирост, и мы отскочили вот минимумов по этой компоненте по Китаю. Также выросли компоненты новые заказы до 49,80 пунктов. Я понимаю, что сам индекс PMI, точнее ключевое значение для индекса PMI является отметкой 50 пунктов. Если индекс оказывается выше 50 пунктов, это значит, что в секторе, в нашем случае промышленности, наблюдается рост активности. Если индекса опускается ниже 50 пунктов, это значит, что у нас наблюдается замедление в активности, в промышленности, и, соответственно, то же самое касается всех компонентов, из которых состоит этот индекс. Таким образом, по Китаю мы наблюдаем рост заказов, но они остаются ниже 50 пунктов компонента, и рост новых экспортных заказов важнейшего компонента, который все-таки восстанавливается от своих минимумов ноябрьских, но остается ниже 50 пунктов. Поэтому в Китае ситуация вроде бы относительно налаживается, но, с другой стороны, не так все прям и хорошо выглядит. К примеру, компонента занятость в китайском PMI, к сожалению, снизилась относительно ноября, и это такой показатель на самом деле не очень приятный. Поэтому ситуация в китайской экономике продолжает тревожить умы инвестиционного сообщества. Здесь не все хорошо, но, тем не менее, по этому индексу мы все-таки как-никак немножко отскочили от своих минимумов. Я напоминаю, что индекс PMI китайский снижался прямо начиная с 2011 года, с января месяца. Весь год мы наблюдали понижение этого индикатора, что отождествляло замедление темпов роста экономики китайской, что мы, в общем-то, и наблюдали уже по основным параметрам ВВП и промышленного производства. Ну вот, наконец-таки по декабрю мы увидели некоторый отскок. Будем надеяться, что этот отскок продолжится и в ближайшие месяцы 2012 года. Так, про Китай сказали. Здесь ситуация, ну, давайте обрисуем все-таки неплохую. От минимумов мы отскочили. Далее стоит поговорить про индексы PMI по Европе. Они у нас были опубликованы, так, они у нас были опубликованы 2 января. Также здесь в России торгов не было и, в общем-то, все активно праздновали Новый год. Что отразили нам PMI по крупнейшим экономикам? Это Франция, Германия и сводный индекс по ЕС. В общем-то, по Франции здесь легкий отскок мы нарисовали по индексу, по Германии также легкий отскок относительно предыдущего периода, относительно ожиданий экономистов. И сводный индекс по Европе остался на прежних уровнях, на уровнях ноября 2000, точнее декабря 2011 года. То есть здесь без особых изменений и очень важно, что европейская экономика по этому параметру нащупала некоторое дно. Это все-таки неплохо. Вчера был опубликован индекс ISM Manufacturing, это аналогичный индекс PMI по Европе и по Китаю. Ну, в общем-то, просто называется немножко по-другому, а так суть его та же самая. В 19 часов вечера вчера был опубликован ISM Manufacturing, индекс дел активности в промышленности США. Здесь, в отличие от Европы, в отличие от Китая, наблюдается рост уже в течение нескольких месяцев, буквально начиная с октября месяца. Очень неплохой отскок рисует индекс ISM Manufacturing. Естественно, нас интересуют компоненты этого индекса. Давайте заглянем в эти самые компоненты и здесь опять-таки подчеркиваем важность следующих цифр. Новые заказы, компоненты новые заказы продолжают расти, отскакивать 57,6 пункта. Все значения выше 50 пунктов говорят об увеличении активности, напоминаю, здесь очень неплохо. Компонента производства почти 60 пунктов, тоже очень довольно-таки сильный отскок. Так, незавершенные заказы компонента также увеличиваются, это позитивный фактор. И очень важный фактор – это компонента занятость, занятость employment, 55,1 пункта. Почему нам важен компонент занятость? Потому что в конце этой недели у нас выйдет большой блок статистики по рынку труда США. Мы все это знаем. Пятница – традиционная месячная статистика по занятости в не сельскохозяйственном секторе, non-farm payrolls по занятости в частном секторе, в промышленном секторе. И как раз-таки компонента в индексе ISM под названием employment занятость является очень неплохим индикатором именно для пятничных данных. И эта статистика по employment мы видим в крайне очень позитивно вышла, 55 пунктов с хвостиком, очень-очень неплохо. Поэтому от рынка труда пятницы я бы ждал очень неплохого роста. На самом деле это лишний повод в сторону позитива, которого мы так все давно ждали. Ну и компонента новые экспортные заказы также здесь показала небольшой прирост. Таким образом, еще раз отмечаем следующую динамику в мировой экономике. Давайте вновь к нашему графику обратимся, на котором все те компоненты, все те индексы PMI, о которых мы с вами сейчас говорили по Европе, США и Китаю отображены. Вместе с ними, кстати, здесь на нашем графике отображена динамика индекса S&P 500. Вот она, оранжевая линия изображена. Соответственно, индекс ISM Manufacturing зеленой линии. Китай белый и красный у нас в Европе. Ну, Европа, естественно, хуже всех смотрелась в 2011 году. Но здесь мы отмечаем отскок. По Китаю после такого тоже дела текущего движения в 2011 году тоже наблюдается отскок. Ну и США, о которых мы с вами говорили уже третий месяц подряд демонстрируют отскок по индексу ISM Manufacturing. Почему мы здесь нарисовали динамику индекса S&P 500? Потому что все вот эти вот переплетения индексов ISM и PMI очень неплохо определяют динамику индекса S&P 500, наверное, важнейшего фондового индикатора в мире. И очень неплохо определяют динамику индекс S&P 500 именно наперед. О чем я сейчас говорю? О том, что буквально еще в самом начале 2009 года многие индикаторы, в том числе американский, китайский, европейский, начали отскакивать намного раньше, чем это начал делать индекс S&P 500. То есть уже экономика начинала восстанавливаться после этого серьезного мирового финансового кризиса, а фондовые индикаторы по-прежнему продолжали падать и обновили свои минимумы лишь в марте 2009 года. Хотя вот мы видим индекс ISM, намного раньше отскочил Китай тоже, начал отскакивать, но Европа чуть-чуть запоздала в этом индексе. И в общем-то можно то же самое говорить о всех последующих месяцах, последующих годах. И очень подробно мы с вами обсуждаем ситуацию с индексами ISM и PMI и индексом S&P 500 с октября 2011 года. И в общем-то в октябре мы говорили, что ноябрь будет, наверное, не самым приятным месяцем, потому что Китай замедлился, замедлилась Европа, но отскочила Америка. На одной Америке далеко не уедешь, и по факту ноябрь месяц после октябрьского ралли оказался не очень хорошим. После того, как мы увидели восстановление ситуации в декабре по Китаю, по США и по Европе, мы можем ожидать того, что январь месяц будет для рискованных активов чуть более лучшим месяцем, чем месяц декабрь. В декабре мы увидели также небольшой рост после отскока индекса ISM по США в ноябре. Ну и в общем-то, еще раз повторюсь, значения этих индикаторов являются крайне важными и определяющими во многом для фондовых рынков в том числе. Потому что индексы PMI и ISM являются важнейшими и пережащими показателями состояния дел в промышленности крупнейших мировых экономик. То есть тут фундаментальный фактор, который, безусловно, находит свое отражение на стоимости рискованных активов. Ну под рискованными теми, естественно, я понимаю акции, естественно, я понимаю высокодоходные валюты, сырьевые валюты и другие высокодоходные активы. Ну, в общем-то, про экономику в ее глобальном понимании мы поговорили. То есть сейчас, я надеюсь, вы имеете представление о том, куда движется сейчас мир. Но, тем не менее, у нас есть другая проблема в 2012 году, в начале 2012 года. Об этой проблеме мы очень много с вами говорили в конце прошлого года в наших видеобрифингах. Фрэш в основном. И эта проблема касается долгового рынка европейского. Все дело в том, что на первый квартал 2012 года приходится максимально за всю историю выплаты по европейским долгам. Кстати, по Америке также ожидают нас очень неприятные, очень большие размещения. И обо всем этом, естественно, надо помнить. Обо всем этом мы будем с вами много и очень много в начале 2019 года говорить. Что касается ближайших торговых сессий, то отмечаю, что сегодня в 14.30 по московскому времени Португалия проведет свой аукцион по размещению 105-дневных облигаций. Правда, объем размещения крайне маленький. 1 миллиард евро всего-навсего. Но до 14.30 нас очень сильно заинтересует немецкий аукцион. Германия будет размещать сегодня в 14.15 десятилетние ноты. Аукцион очень важен, потому что сумма размещения – это порядка 5 миллиардов евро. В зависимости от того, каким спросом будут пользоваться немецкие ноты, каким спросом будут пользоваться португальские бумаги. От этого будет зависеть сегодня спросный риск. От этого будет зависеть динамика единой европейской валюты. Поэтому в 14.15, 14.30 внимательно отслеживайте новостные ленты. Здесь может какая-то начаться серьезная динамика по единой европейской валюте. Хотя я думаю, что немцы неплохо разместятся на самом деле, потому что немецкие бумаги в Европе – это бумаги защитные, поэтому спрос на них достаточно неплохой всегда. Там, правда, был один месяц у нас в прошлом году, очень неприятный. Тем не менее, наибольшее внимание я бы уделил завтрашним аукционам. Здесь на арену выходит Франция. Франция проведет 14 часов по московскому времени. Завтра несколько аукционов, точнее, если не ошибаюсь, 5 штук. Что здесь надо отметить? В том, что завтра Франция будет размещать довольно неприятные бумаги. Почему неприятные? Потому что сроки обращения этих бумаг довольно длительные. Это бумаги со сроком обращения до 2021 года, до 2023 года, до 2035 года и 41 года. Я напомню, что в 2011 году в конце бумаги с такими сроками обращения пользовались крайне низким спросом. Естественно, доходности были достаточно низкими. И, в общем-то, здесь может быть очень неприятная ситуация рассложиться. Я напомню, что буквально в последних неделях 2011 года Европейский центральный банк предпринял несколько шагов по увеличению ликвидности в финансовой системе Европы. Но, к сожалению, вся эта ликвидность уходит пока обратно на депозиты ЕЦБ. И здесь, в общем-то, могут быть неприятные сюрпризы именно от завтрашнего французского аукциона. Таким образом, сегодня ждем аукциона по Германии и Португалии. Думаю, что здесь все неплохо сложится. Завтра могут быть большие проблемы с французскими аукционами. И здесь ситуация может принять несколько иной неприятный характер. Давайте сейчас обратимся к монитору европейского кризиса, где мы, как раз, отслеживаем доходности по европейским бандам. И здесь что следует отметить. У нас по Италии сегодня доходности несколько снижаются. Это позитивный сигнал, я напомню. Доходности по десятилетскому итальянскому упали ниже отметки в 7%. 6,86 текущее значение. Но, по остальным сторонам, мы видим такой небольшой рост доходности. Это все-таки сигнал пока что немножко негативный, я бы так сказал. Кстати, сегодня вышла статистика по депозитам банков европейских на счетах ЕЦБ. Давайте посмотрим эту статистику. Теперь мы тоже ее будем с вами отслеживать постоянно. Эта статистика нам показывает количество депозитов европейских банков на счетах ЕЦБ. То есть, если европейские банки не видят иного другого хорошего источника для вложения своих свободных денежных средств, кроме как счета европейского центрального банка, это значит, что ситуация на межбанке европейском не очень хорошая. Это значит, что банки не хотят кредитовать друг друга и находят пристанище своим многочисленным деньгам, которые ЕЦБ им понараздавал раньше, на счетах того самого ЕЦБ. И здесь отмечаю, что сегодня, буквально пару минут назад вышла эта статистика по депозитам на счетах ЕЦБ. И, к сожалению, здесь мы обновили новый исторический рекорд. Новый исторический рекорд – это 453 миллиарда евро на счетах ЕЦБ. Статистика очень неприятная. Мы видим, что начиная с июля 2011 года наблюдается резкий рост депозитов на счетах ЕЦБ. И все это отражает ту очень серьезную и напряженную ситуацию на европейском межбанке. Поэтому у нас есть хорошая статистика по фундаментальным показателям – это по СМ, по PMI, по европейским, по американским, по китайским. Но у нас есть очень серьезные проблемы с долгами в Европе. И вот эти два фактора будут влиять друг на друга в течение января. И от этого будет строиться вся стратегия на первые месяцы 2012 года. Поэтому внимательно отслеживаем новостные ленты в том плане, что следим за размещениями европейскими, внимательно следим за статистикой баланса ЕЦБ. Смотрим, куда уходит свежая ликвидность, которую раздает ЕЦБ постоянно своим финансовым институтам. И, в общем-то, ситуация еще далеко не определена. Но пока мы растем, мы будем надеяться, что рост все-таки продлится еще некоторое время. Ну, на этом давайте будем сегодня заканчивать. Сегодня будем заканчивать. Благо, что с утра мы рекомендовали совершать покупки. Несмотря на утреннюю просадочку небольшую, мы сейчас уже в неплохом плюсе стоим. Как долго сохранится этот плюс – пока вопрос. Ждем европейских размещений. Там будем делать, соответственно, какие-то уже ожидания прогнозы в зависимости от динамики евро-доллара. Поэтому все внимание на европейские аукционы. Всем большое спасибо. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они будут иметься. Всем спасибо. Всем до свидания. Завтра с вами встретимся в 9.45 по московскому времени. Будем делать ставки на открытие торгов в Москве. Всем большое спасибо. Всем до свидания. Отвечу на ваши вопросы в чате. Ставьте лайки в чате. Всем спасибо. У нас будет. Всем пока.